Период сдачи ЕГЭ продолжается. Напряженное время не только для выпускников, но и для их педагогов и родителей. Сегодня будущие абитуриенты проходили тестирование по обществознанию. Это самый популярный предмет среди необязательных. На экзамене побывала и Виктория Базгадзе. На часах 9.15, а во дворе уже много ребят. Выпускники специально пришли пораньше. Поделиться своими эмоциями с одноклассниками, пожелать друг другу удачи или просто немного отвлечься, чтобы переживать не так сильно. Ведь у них сейчас один из самых сложных и важных этапов жизни – ЕГЭ. На самом деле на экзамене будет все то, что мы повторяем, мы решаем каждый день, мы готовимся к экзамену. Все, ничего нового там не будет. Тревожное состояние из-за вот этого жесткого контроля. Отвлечься помогают и родители, хоть и говорят, что переживают не меньше. Сегодня я пришла на ЕГЭ со своей дочкой Камилой. Это важна поддержка, когда моя дочь выходит, когда она меня видит, вот ей становится как-то и уверенно, и она себя чувствует, что мама на улице за нее переживает. В школах Владикавказа сегодня не только городские ученики. Ребята из районов Северной и даже Южной Осетии сдают общество знаний. С ними их учителя. Я сегодня привезла шесть учеников. Учились хорошо. Ну, я надеюсь, и сдадут. Я абсолютно спокойна и уверена в нем, что он сдаст. Дети приходят, мы отмечаем, берем паспорта, смотрим, сверяем со списками и сопровождаем их в аудитории. 10.00. В школе звенит звонок. Пора раздавать материал. По новым правилам задания печатают прямо в аудитории, чтобы не было ни малейшего шанса изменить результаты. Вместе с заданием ученикам дают специальные бланки. Первый – это бланк регистрации, где нужно заполнить свои паспортные данные, обязательно черной гелевой ручкой, и поставить подпись, что с порядком проведения единого госэкзамена ученик ознакомлен. Следующий бланк ответов для тестовой части и еще два листа для более развернутых ответов ученика. Если в стандартный набор не поместили все ответы экзаменуемых, то у наблюдателя в аудитории есть еще два дополнительных бланка ответов. Правила сдачи госэкзамена меняются каждый год, не только для учеников, но и для наблюдателей. Чтобы стать организатором вне или внутри аудитории, можно быть даже студентом. Я тоже сдавалась сама ЕГЭ, и было очень страшно, и я хотела поучаствовать с другой стороны. Мы прошли обучение в этом году в Кабарде, и мы теперь являемся общественными наблюдателями уже с Министерством образования. Общество знания – самый популярный предмет среди необязательных. Только в нашей республике его сдают почти 3000 человек. Из них 4 на дому. Общество знания – проходной экзамен на факультет юриспруденции, истории, социальной работы и других. Но есть и те, кто сдает его для резерва. Экзамен длится 4 часа. Это почти 30 заданий. Общество знания сегодня сдали и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них время экзамена продлено на полтора часа. Я поступаю в медицинский и выбрала общество как резервный вариант. В моей аудитории атмосфера была чудесная. По данным Министерства образования и науки Республики, нарушений на пунктах сдачи не зафиксировано. Организаторы внимательно контролируют ход экзамена. Также в пунктах проведения дежурят врач и медсестра для оказания первой помощи. На сегодняшний день главная задача состоит в том, чтобы максимально сделать доброжелательную, спокойную рабочую обстановку, чтобы экзамен прошел в штатном режиме. Конечно, при этом не нарушая требования порядка. Те дети, участники, которые нарушили и удалены из экзамена, из пункта проведения, они сдают только в следующем году. То есть в текущем году они не имеют права на пересдачу. В каждом пункте также ведется видеонаблюдение. Свои оценки выпускники узнают не позднее 29 июня. Основной этап ЕГЭ в 2018 году проводится с 28 мая по 2 июля. Впереди у выпускников ЕГЭ по биологии, иностранным языкам, литературе и физике. Виктория Вазгадзе, Артур Габуаев. Новости Осетии.